В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В Сарове открылась научная конференция Волжского регионального центра Российской Академии ракетных и артиллерийских наук. Летний ветер акварельных пейзажей. В городском музее открылась выставка картины Евгении Урм. Далее расскажем обо всем подробно. В три дня более 60 докладов и 200 участников со всей страны в Центре культуры и досуговнеев начала свою работу научная конференция Волжского регионального центра Российской Академии ракетных и артиллерийских наук. Участниками стали ученые и специалисты, представляющие организации, входящие в научное отделение и региональные центры РАРАН, предприятия Минобороны России, Госкорпорации Росатом, профильные вузы. Конференция проходит в нашем городе уже в 11 раз. Вот уже более 20 лет Российский Федеральный Ядерный Центр открывает свои двери для специалистов в области РАВ. Конференция «Современные методы проектирования и отработки ракетно-артиллерийского вооружения» проходит раз в два года. И с каждым разом послушать о новейших разработках в этой сфере приезжает все больше и больше ученых и специалистов со всей России. На таких конференциях, которые мы с вами проводим один раз в два года, мы обмениваемся результатами, общаемся, ну и помогаем друг другу идти вперед. Я думаю, что есть и вклад тех специалистов, которые сюда приезжают, есть вклад в то, что экспорт российского оружия непрерывно растет, и это значит, что качество у него очень хорошее. Деловая часть программы конференции включает в себя пленарное заседание, работу в трех секциях, стендовую сессию, а также торжественную церемонию награждения призеров конкурса работ молодых ученых организаций, ходящих в Волжский региональный центр РАРАН. Среди тех, кто удостоился награды, оказался и сотрудник ядерного центра Вадим Кузьмин со своей командой. Работа посвящена разработке одного модуля, то есть основной части перспективного изделия, экспериментальной отработке и разработке систем автоматики, так скажем. Эту работу ребята готовили около трех лет и уже осенью получат патент на свое изобретение, поэтому победа в этом конкурсе очень значима для них. Она стимулирует нас для достижения дальнейших серьезных результатов. Мы не будем остановиться на достигнутом, будем ставить новые цели и постараемся их достигнуть. Всего на конференции было представлено более 60 докладов, рассмотрены проблемные вопросы проектирования, отработки и утилизации ракетно-артиллерийского вооружения, результаты расчетно-экспериментальных исследований в интересах совершенствования существующего и создания перспективного боевого оснащения РАФ. Традиционно участниками конференции стали представители организаций, входящих в научное отделение и региональные центры РАРАН, предприятия Минобороны России, Госкорпорации Росатом, профильных вузов. Впервые в Сарове пройдет фэшн-встреча «Модный базар». В дебютной программе – вебинар с историком моды, фотосессия в платьях и костюмах российских дизайнеров, советы стилиста. Организаторы фестиваля подготовили для гостей много интересных и необычных площадок, где научат саровчанок модно одеваться, а также расскажут о новом формате бюджетного шопинга. Подробности в следующем репортаже. Идея провести фестиваль моды и красоты в Сарове у Елены Бабиновой появилась давно. Поначалу женщина старалась осуществить планы в одиночку, но после поняла, что масштаб мероприятия становится больше и без помощи друзей и коллег не обойтись. И вот мечта Елены воплощается в жизнь. 7 июня в Центре поддержки предпринимательства пройдет первый фестиваль моды в Сарове «Модный базар». Мы очень давно этого хотели, мы все не знали, как к этому подступиться, долго думали, очень долго готовились. Это все-таки не совсем такое простое мероприятие. И мы хотим, чтобы у нас все получилось, чтобы было весело, задорно, модно. И планируем его и дальше проводить. На «Модном базаре» гости смогут сфотографироваться в дизайнерских костюмах, посмотреть книги о моде, а также попробовать себя в роли модельера и составить свою палитру настроения. А для тех, кто любит часто обновлять гардероб, но не хочет тратить на это деньги, организаторы подготовили специальную площадку «Дресс-кроссинг». Привезли в город несколько дизайнерских коллекций. Это мои подруги, которые работают дизайнерами в других городах нашей родины. Из Екатеринбурга, из Пятигорска, из Луганска. Также на фестивале гости смогут посмотреть вебинар с московским историком моды Андреем Радвогиным. Он расскажет модницам о современных тенденциях в одежде. Информационными спонсорами «Модного базара» выступают канал 16 и сайт Саров-24. В интернете проходит розыгрыш билетов на модный базар. Два билета получат подписчицы группы «Мода в Сарове» ВКонтакте и подписчицы группы «Саров-24» там же ВКонтакте. Заходите, делайте репост. Условия очень простые. Нужно сделать репост, сохранить его до проведения розыгрыша и получить шанс получить билет на первый в Сарове модный базар. Розыгрыш билетов на модный базар пройдет в этот четверг, 6 июня. А седьмого все желающие смогут прийти в Центр поддержки предпринимательства и окунуться в мир моды и красоты. Начало в 18.00. Более подробную информацию можно получить в группе ВКонтакте «Мода в Сарове». Нижегородская область стала вторым регионом России, где запустят программу «Формула роста». Проект рассчитан на начинающих социальных предпринимателей. Во время обучения они получат необходимые для расширения своего бизнеса знания. В роли консультантов выступят успешные бизнесмены, управляющие предприятиями с оборотом свыше 10 миллионов рублей. Такой наставник будет закреплен за каждым слушателем «Формулы роста». Департамент городского хозяйства сообщает, что в связи с прокладкой наружных сетей бытовой канализации закрыто движение автотранспорта на участке улицы Павлика Морозова. Дорога перекрыта от пересечений с улицы Лесной до дома номер 6. В связи с этим изменились маршруты автобусов 1, 1А и маршрутки номер 20. Ограничение продлится до 17.00 7 июня. В Молодежном центре стартовал фотоконкурс «Радость отцовства». Участниками могут стать саровские папы. Номинация конкурса «Мой папа самый лучший», «Папа может», «Все мы делаем вдвоем», «Мой папа герой». Участвовать можно в одной или нескольких номинациях. Заявки принимаются до 30 июня. Итоги будут подведены 8 июля в Молодежном центре. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 9108. 1 июня в Республике Крым прошел первый всероссийский конкурс по тактическому троеборию в категории «Дети до 13 лет». Соревнования были посвящены пятилетней годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Наш регион представляла команда «Казачий острог» Центра военно-патриотического воспитания при Саровском монастыре. Среди 17 сборных саровчане заняли первое место. Вторыми стали ребята из Ставропольского края, замкнула тройку призеров команда из Мариэл. 5 июня во всем мире отмечается День защиты окружающей среды. Проблема экологического воспитания и образования – одна из самых актуальных на сегодняшний день. В детском саду номер 31 сотрудники детской библиотеки провели экологический праздник. В игровой форме воспитанникам рассказали о бережном и заботливом отношении к природе. В детском саду номер 31 большое внимание уделяют экологическому воспитанию и формированию бережного отношения к природе у своих воспитанников. Детям говорят о том, как важно беречь наш мир и защищать его. И праздник, который провели в саду сотрудники четвертого филиала детской библиотеки во Всемирный день окружающей среды, помог закрепить те знания, которые ребята получали в течение учебного года. Очень важно научить детей не только знать правила поведения в природе, но и исследовать им. А поскольку дети воспринимают мир эмоционально, нужно подобрать такие методы приема, которые позволят им освоить этот раздел программы полностью. Это игровые методы в основном. Мы используем экологические игры. С помощью игр, чтения стихов, рисунков на асфальте библиотекари объяснили детям сложные экологические вопросы. Большое внимание ведущие праздники уделили теме раздельного сбора мусора. Хотя для нашего города это пока не так актуально, все же сотрудники библиотеки считают, что поднимать такие вопросы с детьми нужно уже сейчас. Это то, что окружает их, то, с чем они сталкиваются каждый день. И мы будем рады, если дети, придя из садика, расскажут о чем-то своим родителям. Потому что на самом деле дети зачастую учат взрослых ничуть не хуже, чем взрослые учат их. Дети с энтузиазмом включились в процесс, отвечали на вопросы, рассуждали о том, из-за чего на нашей планете так много мусора и что с ним нужно делать, пели песни. Благодаря экологическому празднику Артем Полякашин узнал для себя много нового. В том числе он понял, почему нельзя убивать жуков, бросать на улицы обертки и не только. Я сегодня узнал, что шарики нельзя отпускать в небо, потому что они сдуваются и падают на землю. В планах у сотрудников библиотеки провести подобные экологические праздники в других детских садах нашего города. Акварельные пейзажи и натюрморты. В городском музее открылась выставка «Летний ветер» члена Союза художников России, педагога отделения дизайна Детской школы искусств номер 2 Евгений Урм. В экспозиции представлены работы разных лет, но все они объединены темой лета. Экспозиция завершает цикл мероприятий, посвященных 25-летию Детской школы искусств номер 2. Манят прохладой деревьев, свежестью рек, озер и морей. Акварельные картины Евгении Урм показывают лето с первых ярко-зеленых листочков до увядающих желтых деревьев. По словам автора, название для экспозиции придумать было сложно, так как хотелось, чтобы оно объединяло все полотна. Меня вдохновила одна из моих работ. Она висит в самом начале зала, и она и дала название этой выставке. Тем более, как-то сама природа подсказала. Пришло лето, и оно пришло неожиданно, так жарко. Поэтому я здесь всего одну зимнюю работу оставила. Яркими насыщенными красками выделяются две картины, которые Евгения нарисовала, участвуя в акции «Ночь музеев». Тогда был предложен необычный формат написания натюрморта. Использовать можно было только три цвета. В экспозиции есть картины студенческой поры. Как рассказал Евгений, за 35 лет, конечно, произошли некоторые изменения в подходе, палитре цветов. Неизменно осталась лишь техника написания, которая добавляет картинам мягкости. Моя любимая техника – это по-сырому. Комбинированная такая. То есть я начинаю по-сырому. Если это пейзаж, то небо. Какие-то дальние планы. А потом бумага высыхает, и уже детали прописываются по-сухому. На открытие персональной выставки пришли друзья и коллеги Евгении Уром. Они отметили в творческой натуре художника-педагога умение видеть красоту в совершенно обычных вещах. Говоря о творчестве, нужно сказать, что это большое количество выставок, большое количество творческих встреч, всевозможных мастер-классов. Ну, конечно, большое количество учеников, которые по сей день у нее учатся, и даже взрослые люди, которые с удовольствием приходят к ней учиться рисовать. Персональная выставка картин педагога детской школы искусств номер 2 стала яркой точкой в череде праздничных мероприятий, посвященных 25-летнему юбилею учебного заведения. Познакомиться с творчеством Евгении Уром можно в часы работы музея. Елена Грецкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Лакомство, которое лечит о чудодейственных свойствах меда, ходят легенды. В его целительной силе убедились миллионы людей по всему миру. А мед свежего урожая сладкоежками ценится особо. Десятки его сортов можно не только приобрести, но и продегустировать во Дворце культуры и досуговнеев. На этой неделе там пройдет ярмарка «Медовая феерия». Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете во Дворце культуры и досуговнеев. 7 по 9 июня там проходит ярмарка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелинный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И, как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работой сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед и мед с акации, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акации – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется, он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям, аллергию не вызывает. Конечно, на ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства – перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозоль брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта можно попробовать лично и остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите! Ярмарка «Медовая феерия» работает во Дворце культуры и Досуговнеев с 7 по 9 июня с 10 утра до 6 вечера. Спасибо, всего вам доброго и хороших вам новостей!